В полифоне это переводится как многозвучие, поле много, фон звуков. А главные герои этой книги – это люди, которые отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны за то, чтобы филармония процветала, за то, чтобы здесь собиралась нарядная публика, чтобы было всем счастье. Мода на концерты в Самарской губернии берет свое начало в 19 веке. В книге детально описан первый визит Петра Ильича Чайковского. В Самаре местными силами поставили его оперу «Евгений Онегин». Композитор остался доволен. Куйбышевская филармония начиналась с бесплатных музыкальных классов начала 20-х годов прошлого века и концертов в кинотеатрах. Территория счастья – так называется «Морскую филармонию» автор книги «Полифонии смыслов» Людмила Беляева. Атмосфера праздника заставляет зрителей возвращаться сюда вновь и вновь. Музыка исцеляет и толкает на подвиг. Куйбышевская филармония была создана в 1940 году, а в 1941-м многие музыканты в составе фронтовых бригад отправились на передовую, поднимать боевой дух солдат. Многие дошли до Сталинграда. Известный факт 9 мая 1945 года. Солистка Куйбышевской филармонии Вера Зинкевич исполнила у стен Рейхстага песню «Ах, Самара, городок». Таких уникальных исторических фактов в книге почти на каждой странице. Людмила Беляева 30 лет, работает музыкальным редактором Самарской филармонии. Рассказывает, сначала хотела написать очерк 75-летию, но материал оказался на целую книгу. На презентации фолианта музыковед заметно волнуется. Не просто писать о своих коллегах, ярких творческих личностях. Людмила Беляева, я помню ее с 91-го года, с тех первых мгновений, когда я только пришел в Самарскую филармонию. Все происходило на ее глазах, так что я думаю, что эта книга написана правдиво, написана сердцем, написана с большой любовью к Самаре, к самарским музыкантам и к самарской филармонии. Книгу «Полифония смыслов» планируют передать в библиотеке музыкальных училищ и школ, пока она издана тиражом тысячи экземпляров. В планах автора продолжить исследование музыкальной истории Самарской губернии, которая постоянно развивается. Ольга Морозова, Станислав Левин. События. Продолжение следует...